Всем привет! Сегодня единственный день в году, когда можно посетить вот эту вот резиденцию, которая находится в виллопарке. Эта резиденция открыта только один раз в году, потому что все остальное время она отдана под какие-то организации государственные и закрыта, естественно, для посещения. Сейчас мы находимся в виллопарке, именно в самом парке около этой резиденции. И, конечно же, сейчас мы зайдем внутрь, во двор, в само здание и покажем вам и расскажем про эту резиденцию. Резиденция находится около восточных ворот города. Раньше черта города была отмечена башнями с часами. Каждый меценат или дорогой купец считал своим долгом отметиться в истории города постройкой часов. И, как следствие таких вот меценатских поступков, во многих городах Германии стоят вот такие вот башни с часами, с проходами. Между прочим, выглядит очень красиво. Итак, это восточные ворота старого города. Сама резиденция была построена по указу короля Баварии Максимилиана Второго Баварского с 1854 по 1856 годы. Планировал эту резиденцию мюнхенский архитектор Людвиг Фольц. И он же ее, под его руководством, она была построена. Построена была после того, когда город Регенсбург вошел в королевство Бавария после долгого, можно сказать, самостоятельного путешествия во времени. Нужно отметить, что в средние века, в позднем средневековье, город Регенсбург был столицей Баварии, ранней Баварии. Но времена меняются, история переписывается по много раз. Вот маленький фонтанчик. Но эту воду пить нельзя. Эту воду пить нельзя, зато фонтанчик дополняет вот эту архитектурную композицию своим присутствием. Сейчас мы зайдем внутрь и посмотрим на всю ту красоту, которую в течение года из-за работы различных учреждений, находящихся здесь, посмотреть нельзя. Это вид на эту виллу со двора. Потом мы вам покажем эту виллу со стороны Дуная. Красиво смотрится. Вилла, резиденция. Маленький замок. Маленький замок. Вы думали, что было 6 лет назад, да? Да, да. Можно просто путешествовать. Что? Да? Резиденция построена на фундаменте на основании старого римского бастиона, который охранял лагерь Кастро-Регина. После того, когда римские легионы сюда пришли в 400-х годах нашей эры, они построили здесь бастион и охраняли свою Римскую империю с этих позиций. А это туристические теплоходы. Из Дании, из Голландии, Швейцарии. Такие древние, древние камни. Такие древние, 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 древние и древние. В иду, в иду. так что мы вышли в доме, когда мы его окружаем, вот в русском языке, когда мы в доме и в грязном царе приходилось, и в котором мы двигались с помощью этого страста. Эта страста, на которую мы сейчас стоим, был знаменит Max как Бронпринц из 1840-х, на самом деле, это маленький пабелон, Он хотел бы из-за этого города посмотреть, но он хотел бы из-за этого. А это теплоход конкурентов Княгиня Глория Хозяйка замка Турны Таксис Что находится у нас в городе Княгиня живет до сих пор Живая Живет и здравствует Прекрасный вид на Дунай Открывается с балкона Субтитры создавал Дунайм Смотрите, что тут есть. Вот так вот, вот так вот. 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 Здесь мы находимся в Салон, в Салоне. И это вот как с Гебёдеауфтерпом. Мы уже видели такие большие форты. Салоне, в Салоне, здесь есть в среднем. ВЕСЕЛЬНОСА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Сейчас же здесь устраивают экскурсию, когда одиннадцатый раз в году можно прийти сюда и посмотреть. И рассказывают историю этой резиденции. Теперь мы просто спускаемся и посмотрим другие помещения этой резиденции, если они открыты. Вот такая вот терраса балкон. Посмотрите. Класс! Это просто класс! Круто! Вот это просто круто! А вот это вид с террасы на виллопарк с вот этими вот буками. Через эти воротки, когда поднималась ворота Дуная, можно было заплывать на гондолах до того, как отстроили набережную Дуная. Красивое место! Красивое место! А особенно в конце сентября, когда вот этот плющ покрывается оранжевыми и желтыми и красными цветами. Красивое место! Красивое место! Очень красивое место! Выход на балкон. Красиво! Можно отдыхать, загорать. Вот такая пальма. Пальма. И мужик рядом с пальмой. А вот и лесница. Которая мы сейчас спустимся. И наша экскурсия здесь закончится. А вот в этом шкафу когда-то стояли черепки глиняные. Керамические. Сейчас тут пусто. Ну и все. Наша экскурсия закончилась. Мы спускаемся вниз. По лестнице. Чудесница. Ух ты. Ух ты! Ух ты! Орунда какая-то! Ух ты! Вот! Последний взгляд на резиденцию короля Максимилиана Баварского. Красивый замок.